Когда вы оказываетесь в новой обстановке, в новой компании, приходите и какие-то другие люди находятся, вы можете испытывать чувство дискомфорта и не знать, как вам себя вести. И здесь самое главное — думать не о том, как вы выглядите в глазах окружающих, а проявить любопытство. Люди очень ценят любопытство, и если они увидят, что вы заинтересованы в них, они вам интересны, и они будут думать о себе, рассказывать вам о себе, и в этот момент они почувствуют себя комфортно с вами, а вы сможете таким образом наладить хорошие социальные связи. Другие люди, наши родственники, друзья, знакомые, сотрудники, они ужасны. Они все делают не так, и всех их хотелось бы изменить, и у нас на каждого есть план. Мы всегда знаем, что должен делать другой человек, чтобы все было хорошо, только вот почему-то они не слушаются. Ну, правда в том, что мы не можем изменить других людей. Есть только один нюанс, важный причем. Дело в том, что вы сами являетесь рядовым фактором, который влияет на поведение людей. И мы не понимаем, но зачастую именно собственным поведением мы вынуждаем других людей действовать так, как нам бы того не хотелось. И вполне возможно, если вы пересмотрите собственные поведенческие стратеги и начнете вести себя как-то иначе, то обнаружится, что других людей менять не надо. Они действительно начинают вести себя так, как вам бы того хотелось. Подумайте сначала о собственном поведении, а потом о других. Если вы хотите донести до своего собеседника точку зрения, которые выстрадали, так сказать, вам нужно убедиться, что те основания, посылки, на которых вы свое убеждение сформировали, понятны вашему собеседнику. Потому что, скорее всего, если ваши точки зрения не совпадают, он исходит из каких-то других посылок, у него какие-то другие исходные пункты. И ваша задача не начинать сразу с выводов, а сначала проложиться и рассказать, какие вещи на вас натолкнули на эту мысль. И дальше вы вместе с ним можете на эту мысль совместно выйти. Будет взаимопонимание. Давайте поговорим с вами о конструктивной критике. Это такая расхожая фраза. Я не ругаюсь, я не осуждаю, я конструктивно критикую. Но на самом деле критика – это всегда неприятно. И даже человек, если просит, чтобы его покритиковали, рассказали ему о допущенных ошибках, на самом деле он испытает боль и дискомфорт, когда вы начнете, даже в очень доброжелательной манере, его критиковать. Что же с этим делать? И вообще, как общаться, если нельзя человека критиковать? Реконструируйте ситуацию. Все, что вы можете в таком режиме сделать, это представить себе, что вот есть то-то, 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 и как бы можно было поступить в такой ситуации? Что было интересно в такой ситуации? И когда вы разворачиваете для вашего собеседника разные аспекты ситуации, в которой он сделал ошибку, то, возможно, он сам увидит, что не так, и вы его не осуждаете, а он становится лучше. Частенько в комментариях к моим постам, которые посвящены отношению с другими людьми, можно прочесть такое. Мол, я делаю все, я вот следую вашим советам, а они такие-сякие плохие не идут мне навстречу, недоброжелательны и так далее, и так далее. Но, скорее всего, мы здесь имеем дело с когнитивным искажением, которое получило название наивный реализм. Каждому из нас свойственно считать, что мы воспринимаем ситуацию объективно, а остальные заблуждаются и просто что-то не видят, не понимают. На самом деле, это мы не вполне понимаем мотивы других людей и на что в нашем поведении они так реагируют. Если вы начнете в этом разбираться, то вы избежите и другого когнитивного искажения, которое называется наивный цинизм. Наивный цинизм – это когда вы считаете, что вы знаете одну причину, главную, почему человек так поступает. Он потому что идиот, потому что он плохой, потому что еще или ему что-то надо. И такое простое объяснение, как правило, заводит отношения в тупик.